С 9 февраля в связи с эпидемиологической ситуацией городская стоматология меняет свой режим работы. Об этом рассказал заведующий отделением Дмитрий Кораблёв. Администрации поликлиники было принято решение о разведении потоков, а именно разделении взрослого приёма и детского. Взрослым населением по оказанию стоматологической помощи будет оказываться с первой половины дня, именно с 8 утра до 12.30. Детское население будет оказывать стоматологическую помощь во вторую половину дня, это с 14.30 до 19.10. Данный режим работы позволяет соблюдать все эпидемиологические рамки. Приём неотложной стоматологической помощи также будет осуществляться с 8 утра до 19.30 вечера. В период вспышки заболеваемости омикрона запись в стоматологию будет производиться только по номеру телефона отделения. Любовь Голембёвская, Олег Калугин. Магаданское время. В адрес мэрии города Магадана пришло письмо о минировании школ. Учителей и учащихся первой смены всех 20 школ города, кроме вечерних образовательных учреждений, немедленно эвакуировали. Старшие школьники были отпущены по домам, а учащихся в младших классах перенаправили в близлежащие детские сады, откуда их позже забрали родители. Предприятию Галут на работу требуются дорожные рабочие, медик, слесарь по ремонту ДСМ, машинист категории С, машинист автогрейдера категории Д, водители категории Б, С, С, Е, машинист экскаватора-погрузчика категории С, плотник 5-го разряда, специалист по закупкам, автоэлектрик, электромонтер до 1000 Вт, инженер производственно-технического отдела, инженер-экономист планово-экономического отдела, заработная плата по результатам собеседования. Галут, улица Гагарина, дом 58, телефон 220-311. В центре «Подвиг» проходит военно-патриотический месячник, однако из-за пандемии не все запланированные акции можно провести очно. Большинство проводят в онлайн-формате – уроки мужества, благотворительные проекты, конкурсы. Очно запланированы соревнования по военно-спортивному многоборью «Магаданский Витязи», команды уже заявились. Но сроки могут сдвинуть, чтобы избежать скопления людей. Также «Подвиг» готовится к сборам. Мы готовимся сейчас к проводимым сборам, которые состоятся в летний период у нас. Это военные сборы, которые проходят традиционно в городе Владивосток. Также в том числе у нас проходят сейчас учебные сборы для учащихся образовательных учреждений. Но в связи с ограничениями, введенными антиковидными, у нас эти сборы проходят малыми группами. В сборах приняли участие уже 4 потока, группы не более 20 человек. В «Подвиге» обучается 130 человек. Курсанты вместе с педагогами участвуют во многих акциях. В том числе проводят сбор помощи приюту животных «Право на жизнь». Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка, сообщает о проблемах с вашей банковской картой, просит продиктовать код. Будьте бдительны, это мошенники. Немедленно прервите разговор и перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей банковской карты. Либо лично посетите офис вашего банка.